Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Алексей Валерий Чесаев. Алексей Валерьевич, приветствую. Здравствуйте. Дорогие друзья, 21 и 22 марта грядет уже седьмой по счету фестиваль «Цифровая история». Пройдет он в Москве и будет посвящен теме мифы, с которыми давно пора покончить. Вот Алексей Валерьевич будет там выступать, в частности, во второй день с докладом «Сталин не верил» о представлениях советского руководства весной-летом 1941 года о будущей войне. Кроме того, мы приглашаем представителей журнала «Дилетант» и лично его главного редактора Виталия Наумовича Демарского на дискуссию о причинах заключения пакта Молотова-Риббентропа и его последствиях. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить, собственно, о судьбе Польши. О судьбе Польши перед и в самом начале Второй мировой войны. Сейчас часто приходится слышать, что Советский Союз был союзником нацистской Германии и ударил Польши в спину именно тогда, когда она не просто успешно сопротивлялась немцам, а была готова перейти в контрнаступление. Вот мы хотели бы поговорить сегодня с Алексеем Валерьевичем на эту тему и понять, какова реальная ситуация. И первый вопрос. Что представляла из себя польская армия накануне Второй мировой войны? Польская армия, можно так даже сказать, что в 30-е годы, если все остальные шли вперед, то польская армия, как это ни странно прозвучит, она деградировала. Если мы посмотрим на соотношение сил конца 20-х, то польская армия была весьма серьезным противником для Советского Союза. И даже по такому параметру, как, например, бронетехника, польские вооруженные силы были весьма серьезным противником для тогдашнего Советского Союза. А вот период с 29-го по 39-й год он поставил и Советский Союз, и Германию с точки зрения уровней вооруженных сил в совершенно несравнимое положение. Польская армия осталась на прежнем уровне и даже стала отставать от веяния времени, от тех достижений, на самом деле немалых, которые у них были при Пилсуцком, к армии, которую и Германия, и Советский Союз на самом деле гарантированно били. Чем это было связано? Звучит какое-то безумие. Все вероятные противники вооружаются, развиваются, а польская армия деградирует. Как это произошло? На самом деле главная причина, она, как ни странно, простая, экономическая. То есть, если мы посмотрим на польский военный бюджет, то он составлял весьма мизерные цифры. Если в 1935 году в расчете на доллары Германия тратила 3 миллиарда на свои вооруженные силы, Польша тратила барабанная дробь 140 миллионов. То есть, даже бюджет Люфтваффе был несколько больше. Только Люфтваффе. Только авиации. Да, только авиации. Не считая быстро развивающихся других. Криксмарины и, собственно, армии Досхейр. Оказывалось больше, чем бюджет Польши. И Польша, ввиду своей нахождения на экономической периферии, она оставалась в состоянии больше аграрном, чем индустриальном. Хотя, на самом деле, естественно, свои заводы были. По опыту 1920 года у поляков были идеи о том, что тогда настроенные прокоммунистические рабочие препятствовали выгрузке и отправке на фронт вооружения, приходящего из Франции. Чтобы такого не случилось, надо делать свое. И вот это свое они делали с большими, можно сказать, усилиями, но не приносящими нужного уровня. И вот тот скачок индустриализации, который у нас был, это в том, числе было развитие промышленности. И бюджет, который выделялся Красной армии, он из года в год рос. А если мы посмотрим на бюджет Польской армии, то в 1935 году 140 миллионов долларов, а в 1939 году 180. Что называется, те же яички вид сбоку. Почему? Потому что не было экономического развития страны. Все это лежит в экономике. Когда Иосиф Виссарионович Сталин говорит о том, что надо выплавлять столько-то чугуна, добывать столько-то угля. Это, на самом деле, в том числе проецируется на экономику и на вооруженные силы. И в Польше всего этого не происходило и была даже некоторая стагнация. Кроме того, я позволю себе обратить внимание на то, что перед нами было государство капиталистическое, с интересами коммерческими. Если мы сравним цену одного и того же танка. Польский танк 7ТП. Корнями уходит Виккерс. Если пересчитать в золото его цену и цену танка Т-26, то разница получается больше, чем в два раза. То есть, он дороже. Он дороже. И здесь можно так проиллюстрировать о том, что происходило. История, когда был в Варшаве, там здание польского генштаба, у него круглые углы. «Почему?» – спрошу я. Когда его строили, Пилсудский сказал «стройте без углов». Это была игра слов. То есть, без взяток и воровства. Они построили без углов. Были при этом взятки и коррупции? История умалчивает. Вполне возможно, что коррупционный фактор тоже сыграл роль и в строительстве даже зданий. И в итоге польская армия вооружалась хуже, чем могла бы вооружаться при каких-то других экономических и даже политических раскладах. Потому что, когда умер Пилсудский, те, кто пришли ему на смену, они, конечно, не обладали тем же авторитетом, как Пилсудский. И пытались заигрывать с националистами, пытались больше вкладывать в вооруженные силы. Но у этого не было всего базы. Кроме того, еще один фактор – это был то, что Польша чрезмерно надеялась на западных союзников. Да, вот это был мой следующий вопрос. То есть, видимо, недостаточные вклады в военный бюджет с точки зрения замысла руководителей Польши компенсировались теми выгодными союзами, которые она заключила? А вот тут вопрос, на самом деле, оказывается довольно сложный. Потому что, когда Гитлер пришел к власти, польское политическое руководство и политическое военное – к тому моменту, на самом деле, было сложно провести четкую границу. Вот здесь политики, здесь военные. Поскольку в парламентаризм и демократию в Польше поиграли год до 26-го, и было все так же, как в давние времена, которые привели к разделу Польши, это все дело свернули. Получилось фактически, если называть вещи своими именами, диктатура. Пусть без каких-то эксцессов, массовых казней и прочего. Этого не было. Врать не будем. Но политики военные обращаются к Франции, говорят – вот появился новый фактор. На два фронта Польша воевать не может никак. То есть, они реально посчитали на картах, что если они будут воевать и на западе, и на востоке, их раздают молниеносно. Опять же, с разными интересами могут происходить конфликты. И два фронта Польша не держит вообще. Один фронт против Германии. Очень сомнительно. Потому что было прикинуто, что Германия выставит там округленно 100 дивизий, у Польши 30 дивизий. Ее, наверное, побьют. Обращаются к Франции, говорят – и что нам делать? В ответ следуют довольно пустопорожные обещания. И поляки на тот момент решают, во-первых, заключить договор с немцами. Это охладило их отношения с союзниками. При этом основным военным планом был план «Восток». И польская армия на тот момент, сразу после прихода Гитлера, разворачивалась на восток. То есть против СССР. Да, против СССР. И, кстати, специфика польских вооруженных сил во многом объясняется поворотом на восток. Потому что в польской армии было 10% кавалерии. Это выше любого процента в любой другой армии. Даже если не брать Запад, Францию, например, не брать Германию, которая кавалерия до какого-то времени существовала и даже в 1941 году была 1К в дивизии. В Красной армии процент кавалерии был существенно ниже. Почему поляки имели 70 тысяч кавалерии на примерно 600 тысяч армий? Потому что предполагалось, что в восточных районах, где леса, болота, кавалерия будет работать лучше. Поэтому вот этот образ польской армии, которая вошла во Вторую мировую войну с массой кавалерий, кавалерийских полков, которые получили совершенно несвойственные им задачи, она объяснялась наличием длительного времени ориентации на план восток. А когда все стало меняться в сторону Запада, привело это к разброду и шатанию. Потому что, с одной стороны, да, была надежда на союзников, то есть отношения с Францией стали сдвигаться уже в лучшую сторону, но никаких твердых обещаний все равно не давалось. Проблема Польши была в том, что она надеялась на западных союзников, но при этом не имелась твердой гарантии того, что, причем твердой гарантии в чем? Не просто объявить войну, а начать шакомасштабное наступление. Поскольку просто объявить войну, это не спасало Польшу. И как бы практика показала, что просто объявить войну и даже наносить удары бомбардировщикам, это не заставит немцев развернуться от терзания и разрывания наклочки польской армии. Я бы хотел сделать коротенькое отступление в политическую плоскость. Дело в том, что… Я сейчас скажу, а вы согласитесь или опровергните? Как я понимаю эту ситуацию? Дело в том, что, конечно, в 30-е годы был жив и хорошо памятен опыт Первой мировой войны. Для Англии и Франции Первая мировая война была на тот момент самой страшной мировой войной в их отечественной истории. Кстати, у меня тоже есть одна любопытная история. Я в прошлом году попал в небольшую деревнику Артик-де-Люсак, недалеко от города Бордо во Франции. И там на центральной площади стоит памятник жертвам мировых войн, которые происходили из этой деревушки. Там выбиты фамилии погибших в Первую мировую и во Вторую мировую. В Первую мировую погибли около 40 человек уроженцев этой деревушки, а во Вторую мировую войну один. Это много объясняет. Да, это достаточно красноречивая история. Так вот, опыт Первой мировой войны был на самом деле страшен. Это был такой кошмар для людей того поколения, что они ни в коем случае не хотели его повторения. и французы, и англичане прекрасно помнили, что эта страшная Первая мировая война началась где-то далеко от их границ из-за инцидента на каких-то там Балканах, которые, конечно, в целом важны, но все-таки это не территория Франции, не территория Англии. И, в общем-то, на самом деле ситуация уже тогда в 30-х годов касалась более-менее пустяшной и разрешимой. И вот ни та, ни другая страна не хотели ввязываться в войну из-за конфликтов, которые разворачиваются не на их территории, не затрагивают их каких-то коренных интересов и которые могут быть разрешены. И в этом смысле и Чехословакия, в чем проблема судей была, и Польша тоже не казались достаточным основанием для начала крупномасштабной мировой войны, последствия которые будут сопоставимы с последствиями Первой. Ну, вот здесь я, пожалуй, скажем так, рассуждения они в основании своей правильной, то есть, действительно опасались Первой мировой войны. Но, помимо этого, в истории Франции была война франко-прусская, где они оказались один на один с немцами и были побиты. Поэтому для французов очень важно было иметь некого союзника, который будет оттягивать на себя часть сил немцев. И наличие этого союзника к тому, чтобы он существовал, прилагались колоссальные усилия, в том числе финансовые. То есть, если мы посмотрим вот эту всю историю с бюджетами польской армии, как бы француз, когда стали поворачиваться лицом Польши заново, то есть, уже как бы пытаясь ее удержать в своей орбите, был выдан обширный кредит именно на вооружение, на то, чтобы не только закупки прямые, но и производство вооружения в собственно территории Польши. То есть, просто денежный кредит. Франция рассчитывала на то, что польская армия, которая при хорошем раскладе мобилизуется, получает миллион двести тысяч человек. Это достаточно существенная сила, которая будет оттягивать на себя часть сил Восточной Пруссии на восточной границе Германии и тем самым облегчит жизнь своим, то есть, непосредственно тем войскам, которые сидят на линии Мажино или ведут какие-то активные действия. Проблема была именно… Вот в чем рациональное зерно истории с Первой мировой войной? Проблема была именно в том, что встать и пойти, потому что от французов требовалось для того, чтобы спасти Польшу, во-первых, вовремя мобилизоваться, вот с этим как раз возникли наибольшие проблемы, а во-вторых, встать и пойти на укрепление линии Зигфрида, которая, на самом деле, это западный вал, если его правильное наименование, идти и пытаться крушить, в том числе кровью немалой, бетонные коробки на западной границе Германии. А вот это уже был серьезный психологический барьер. При этом французы завалили свою военную авиацию, в том числе по экономическим соображениям. Поэтому, когда мы смотрим на проблемы нашей авиационной отрасли, надо понимать, что находившиеся в лучшем положении западные союзники, они умудрялись при наличии колоссального количества металлорежущих станков, квалифицированных рабочих заваливать авиационные программы, у нас они худо-бедно дотягивались. И опять же, советская авиация из полного ничтожества, которое было в 1929 году, выросла в очень серьезную силу, которая, как говорится, Польшу гарантированно била. Потому что на самом деле СССР, конечно, осматривался как противник в союзе с румынами. И в начале 30-х ситуация выглядела для Польши вполне благостной, а потом поменялась. И как это все двигалось дальше к мировой войне? Поскольку Польша располагала ограниченным числом вот этих вот ресурсов военных, у нее было примерно 30 дивизий, на большую территорию. И дилемма заключалась в следующем. Если они попытаются осесть на выгодных географических рубежах рек, то придется оставить Западную Польшу. То есть это, во-первых, конечно, политический удар. Во-вторых, удар сугубо практически по армии, потому что призывники. Призывники из района Познани. Еще одна проблема польской армии – это этнический состав населения. Потому что на востоке сильно разбавлено украинцами, белорусами, на западе до 10% немцев. И польский план вынужденно загонялся в совершенно непосильную для польской армии задачу. Что надо оборонять Западную Польшу, надо, может быть, попытаться что-то ударить по Восточной Пруссии. И одна была надежда, что пока нас будут бить, пока будут мобилизовываться, что западные союзники какой-то за границей нам поможут. Потому что план был изначально малоработоспособным. И в Польше такая достаточно своеобразная была структура управления. У них был такой генеральный инспекторат вооруженных сил. Такая своеобразная надстройка, которая это все решала организационные планирования вместе с генштабом. поставлена была трудно решаемая задача вытянуться ниткой по границе и попытаться тем самым прикрыть мобилизацию, подняться до миллиона двухсот тысяч. Там за границей поможет и может быть продержимся. И вот эта надежда, она достаточно была, если мы посмотрим состояние дел уже к августу 1939 года, оно все усугублялось тем, что за границей нам поможет, имело еще оборотную сторону. Когда француз говорил, не мобилизуйтесь, только не мобилизуйтесь, не поддавайтесь на провокации. У поляков были, естественно, возможности скрытой мобилизации. У них тоже был какой-то план, как в СССР был план, условный номинамент был БУС, большие учебные сборы. Естественно, такие же принципы были у всех. И в Польше тоже предполагалось, что можно будет провести скрытую мобилизацию. И в том числе вытащить тех самых призывников из районов, которые, скорее всего, будут сданы. Но это все задерживалось из-за того, что говорили, не поддаваться на провокации. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Это тянулось до 30 августа 1939 года. И когда объявили мобилизацию, те, кто должны были предназначались для частей первой линии для того, чтобы прийти, я пришел по мобилизации, запишите меня, дайте мне винтовку и доехать еще до тех частей, которым они предназначались. Это все они уже не успевали. И все это еще глубже загоняло Польшу и без того в проигрышную ситуацию. Если обратиться к такой вещи элементарному соотношению сил. Здесь мы посмотрим, какого было соотношения сил, сколько немцы выставляли немцы и сколько могли выставить поляки. То есть, с формальной точки зрения, опять же, если посчитать, просто батальоны. Вермахт выделял на план ВАЙС, то есть войну с Польшей, 559 пехотных батальонов против 376 на стороне Польши. Превосходство внушительное, даже безотносительно вооружения батальонов. У немцев были, во-первых, жирные батальоны, по 900 человек, по 1000, плюс к тому они были лучше вооружены. То есть, поляки из-за своей достаточно убогой экономики, они хуже вооружались и немцам даже в бою лоб в лоб батальон против батальон, дивизия против дивизии, они заведомо проигрывали. То есть, это общее полуторное превосходство. Если брать по артиллерии, немцы выставляли 5800 орудий полевых против 2000. То есть, соотношение 1 к 3. Примерно 1 к 3. То есть, это тоже гарантировало совершенно сокрушительный удар. На направлении главных ударов соотношение было 4,5 к 1. артиллерии, поэтому поляков могли сметать артиллерию, совершенно не заботясь, когда плотность артиллерии так высока, спрашивают только о темпах отхода противника. Поэтому это тоже гарантировало немцев успех. Если мы посмотрим на танки, то 2,5 тысячи танков у немцев, плюс против 615 у поляков, при том, что у поляков качество танков было ниже. И на направлении главных ударов подавляющее. Плюс к тому, что польский план запад, выстроить всех вдоль границы, получали фронт гораздо шире устава. То есть, был по уставу как везде. 12-15 километров на дивизию. А реально получалось там по 50 и более. Естественно, вот этот заслон, иной раз в этот заслон ставили ту самую кавалерию. Кавалерийские бригады, растянутые на фронте, которые получают с себя удар пехоты, у них шансов, можно сказать, практически не было. Поэтому единственной надеждой была заграница, что французы поднимутся и пойдут вперед. Я здесь хотел бы сделать маленькое отступление. Не то, чтобы пропонировать, но, на мой взгляд, дополнить. Вы, опять же, согласитесь или не согласитесь. То есть, вы правильно сказали про опыт франко-прусской войны. Насколько ясно, во французском эстеблишменте с начала фактически 20-х годов всегда шел спор, а достаточно ли будет одной Польши или все-таки нужно как-то договориться с Советской Россией. Собственно, этими соображениями о том, что нужен какой-то заслон на западе, заслон на востоке, и обусловлена была та долговременная поддержка, которую французы оказывали белому движению. Потом, по ряду причин, эта поддержка снизилась и вообще иссякла, и как раз возобладала мысль, что нужно поддерживать Польшу, что она будет форпостом, защищающим Францию на востоке. Но потом, так сказать, обстоятельства изменились, менялась позиция Советского Союза. Советский Союз не стал выглядеть уже столь идиозным, каким он был с точки зрения буржуазной Франции, образца 1919 года. И вот эти постоянные споры, они также снижали уровень помощи, который оказывался полякам. Считалось, что Польше недостаточно, нужно договариваться с СССР, и был же договор 1935 года, который развалился фактически в результате Мюнхенского сговора. Даже не Мюнхенский сговор. Если я правильно помню, человек, которого заключал, умер, поменялось правительство, и даже до Мюнхенского сговора то, что этот договор будет выполняться, уже было несколько сомнить. С формальной точки зрения его никто не динонсировал. Но тут была проблема в том, что поляки в процессе обретения своей самостоятельности после Первой мировой войны умудрились поссориться, во-первых, с Литвой. Нынешняя столица Литвы, Вильнюс, она в тот момент принадлежала в 1930-е годы, она принадлежала Польше. Кроме того, поссорились с Советской Россией. Причем поссорились до пяти чашек, и полные недоговороспособности, как пишут в западной литературе, токсичные были отношения. А вот у нас недавно в Сирии цифровая история вышла блестящая монография Александра Александровича Задановича под названием «Польский крест советской разведки». Мы всем рекомендуем ее прочесть. Вот там как раз раскрывается противоборство двух спецслужб в 20-30-е годы между мировыми войнами. Реально, Советский Союз был для Польши совершенно неприемлемым вариантом для какого-то альянса. Поэтому, тем самым, находясь в загоне своих вооруженных сил, не располагая современными вооруженными силами поляки, вот этой политической твердолобостью, они себя загоняли в ситуацию практически безвыходно. Потому что, имея какой-никакой договор с Советским Союзом, можно было свою позицию облегчить. Но шагов к этому не предпринималось. С одной стороны, конечно, план «Восток» был положен под Сухно, то есть, план, который долгое время был основным для польской армии, то есть, противостояние Советскому Союзу, он был неактуален. На границе оставили только пограничную стражу, развернулись полностью на Запад. А это в какое время произошло? Это произошло как раз примерно за два года до начала войны, то есть, где-то с 1937-1938 произошел этот поворот, план СНЗ, запад, и стал приоритетное направление. При этом, как-то наверстать этот период, когда основным противником был Советский Союз, когда строили линию обороны против Советского Союза, то есть, какие-то укрепления. Воспроизвести все то же самое на Западе было малореально. При этом, действительно, польской армией был, в том числе, наступательный аспект их плана. Они собирались вторгнуться на территорию Восточной Пруссии и сорвать проведение там мобилизации. Но это все не реализовалось по вполне понятным причинам. Это понятная причина. Называется упреждение в мобилизации развертывания. То, что немцы сумели упредить Польшу в мобилизации, то есть, они вступили в бой отмобилизованными развернутыми против неотмобилизованной, недоразвернутой польской армии. То есть, на самом деле, Польша-39, Советский Союз-41, они имеют параллели. Параллели, на самом деле, условные в плане технического уровня, но организационно очень похожи. То есть, когда действительно не отмобилизованы, не развернуты, получают удар полновесный. При этом надо еще особо подчеркнуть, что большие дискуссии идут среди историков про начальный период войны. В СССР якобы были устаревшие представления о начальном периоде войны, что думали, что начнется как Первый мировой. Это, на самом деле, думали так все. И нападение главными силами на Польшу получилось случайно. Планировалось, что немцы начнут войну, то есть, вермахт начнет реализацию плана ВАЙС, будучи не полностью развернутым. Но вот этот период с 26 августа по 31 августа привел к тому, что вермахт де-факто сделал то, что должен был делать уже в начале кампании. И вот удар сразу главными силами это получилось в том числе в силу стечения политических обстоятельств. Сама по себе Польша это был действительно особый случай. Когда у нас член военного совета прибалтийского особого военного округа Кленов говорит, что не такая страна, как Польша, он был прав. СССР действительно не такая страна, как Польша. Рассчитывали, что начальный период все же будет. Основание для этого считалось. То, что произошло с Польшей, был такой, можно сказать, выраженный случай, как говорят в математике. То, что сложилось, ну, обстоятельства так сложились. Плюс в отношении как раз Германии и Польши немцы очень, так сказать, авантюристично обнажили свой западный фронт. И они разумно считали, что союзники не вмешаются, в том числе потому, что они тоже упреждены в мобилизации и развертывания. Не поддаваться на провокации она работала во все стороны. То есть, во Франции тоже было не поддаваться на провокации. Объявление мобилизации произошло уже после того, как загремели пушки. И вот эта вот прыжка через две недели после начала войны, его не получалось просто… То есть, к тому моменту, когда французы могли отмобилизоваться, Польша уже фактически была разгромлена. Да, Польша уже была разгромлена. То есть, если бы, например, Франция пошла по пути там поддаваться на провокации, поднимать вооруженные силы, хотя бы технически имелись возможности вступить в бой раньше. А так сработали еще и технологии. То, что потом получило наименование «Блицкриг», то есть использование крупных механизированных соединений, это все же было в новинку. Мы очень много рассуждаем, исходя из того, что было потом. А в 1939 году на это все смотрелось вытаращенными глазами. Потому что думали, ну да, Польша будет там истекать кровью, ее будут там громить, но громить будут не такими темпами. Вот темпы этого, так сказать, сноса, они оказались просто за пределами представления о том, как это видели там из Парижа. Даже там из Варшавы, из Парижа, из Лондона темпы оказались… Сюрпризом неприятным. Да, крайне неприятным сюрпризом. И вот все сложилось очень, так сказать, против Польши. Поэтому… Хорошо. Я бы здесь еще оговорился, вот в каком ключе. И опять же жду от вас реакции. Мне кажется, не только из Парижа, Лондона и Варшавы это виделось иначе. Но, наверное, и из Москвы это виделось не так однозначно. То есть, как вы считаете, предполагали ли в Москве, что Польша будет разгромлена за считанные недели? Да, можно сказать, скажем так, исходя… Не оставили нам точных свидетельств такого, что Польша там продержится, что Польша будет держаться. То есть, каких-то прогнозов четких не было. Но, тем менее, темпы принятия решений по именно вступлению Красной Армии в конфликт, они говорят о том, что действительно такой резвости не ждали. То есть, очень много пошло импровизации. Хотя, справедливости ради, готовиться начали еще с августа. То есть, сейчас известен документ, из которых следует, что предварительная подготовка к тому, что что-то начнется, началась еще и до пакта… Ну, это естественно, что после начала войны было бы поздно уже готовиться. Да, да. То есть, никто не сидел сложа руки и не ждали у моря погоды. Реально послали рекогностировочные группы под предлогом мучений, начиная с 4 августа 1939 года. То есть, было понятно, что что-то будет. Но, если что-то не будет, то отозвать рекогностировочную группу – это легче всего. Ну, я считаю, что этот факт можно оценивать двояко, потому что к 4 августа вопрос о подписании договора о ненападении именно с Германией был окончательно не решен. – Да. – То есть, рассматривались варианты и заключение союза с западными державами. И это тоже было нужно. – Да. – А вдруг Польша согласится пропустить. – Да. – Советские войска через Советские войска. – Да. – Это был вариант на разные случаи жизни. Это не означает, что готовились напасть на Польшу. Было ощущение, что будет война, но темпы развития событий все равно были явно выше ожидаемых. Понятно, что в словословиях были о том, что там буржуазная Польша, гнилое государство. Но это такие дежурные фразы. – Но это же потом. – Да. Это были дежурные фразы. А реально думали, что все же 600 тысяч человек – это 600 тысяч человек. Их просто так раздавить требует определенных усилий. Опять же, есть какие-то рубежи рек. При том, что, конечно, это все и на карте выглядело очень круто – сесть на рубеж какой-то реки. Но кроме Вислы, реальных таких рубежей, за которых зацепиться, их не было. И вот эти вот вытянутые в нитку соединения, разбросанные на большом пространстве, они были очень такой легкой целью для тех средств борьбы, которые были у немцев. – Ну, наверное, стоит напомнить нашим зрителям, что в Москве проходили переговоры с военными миссиями Англии и Франции. Английская военная миссия не имела полномочий для подписания военной конвенции и заключения военного союза. С французами было сложнее, французы были более заинтересованы в подписании такого союза. Но именно камнем преткновения, точнее, одним из камней преткновения стала позиция Польши, которая отказывалась пропустить советские войска через свою территорию для соприкосновения с противником в том случае, если немцы нападут. В связи с этим вопрос, а известно ли вам о каких-то дискуссиях на эту тему в польском военном или политическом руководстве? То есть, польское руководство было единодушно в том, чтобы вообще не договариваться с СССР? Или все-таки там допускали такую возможность? Были ли силы, которые стояли за этот вариант? Силы были, но эти силы были не у власти. То есть, опять же, вот это вот сворачивание парламентской борьбы в 1926 году, оно существенно повлияло на резкое поправение польского правительства. Потому что до этого присутствовали политические силы внутри Польши, которые были склонны искать какие-то пути для диалога с Востоком. А конкретное правительство и конкретные там Рыц-Смиглы, он не был склонен идти на какой-то диалог. И хотя в процессе переговоров в Москве поляков уговорили на какие-то гипотетические меры коридора, но это все было все же страшно далеко от реализации. К тому же, один из этих коридоров он пролегал как раз по дважды без спорной территории. Через Вильно, да? Да, то есть, через Вильно. И это означало еще и, можно сказать, потерю контроля над дискутируемой не только с неким хотя бы виртуальным наследником Российской империи, которым стал Советский союз, что бы мы ни говорили, но как бы место в политическом пространстве. Просто даже в географическом. Да, в географическом. Кроме того, все же это был бы знак для Литвы. Они и так с началом войны, как там все пошло не так, стали жизнерадостно пилить шлагбаума. А тут бы это повлияло в самом, что называется, прямом смысле, что Польша как бы расписывалась в том, что не способна это удерживать самостоятельно. Поэтому коридоры, конечно, это вряд ли бы реализовалось. То есть тут, конечно, нужно было просто другое правительство. То есть другие политические силы, которые, например, что называется, если где-то идет дискуссия в парламенте, то в этой дискуссии можно было там перетянуть на свою сторону. А когда принимали решения определенные, так сказать, достаточно резко настроенные круги, и консервативные, и антикоммунистические, это не имело никаких перспектив. Так-то при наличии некой дискуссии, тут как бы и в армии, может быть, кто-то голос подал о том, что давайте все же попытаемся искать вариант «Б», потому что не просматривается того, что удастся войти в Берлин. Так что, к сожалению, этот вопрос был упущен. Другой вопрос, что эти коридоры, конечно, это был один из вариантов. То есть можно было в разных форматах рассматривать участие Советского Союза в этом процессе. И самое главное, не было внятного плана. Вот с чем не приехала английская и французская делегации, они приехали с четким планом. Да, плана не было. Это очень четко видно по стенограмме. Да, да, это бросается в глаза. У Рашилова практически чувствуется, что у него подкипает. Он там несколько раз задает вопрос, какие конкретно планы, чтобы… Но было даже хуже. Ладно бы план с участием Советского Союза как нового игрока. Когда польская делегация приехала во Францию незадолго до… Было дело как бы не весной 1939 года. Была у французов такая дискуссия, а что мы будем отвечать полякам, когда они скажут, а план у вас есть, что вы делать-то будете? И было сказано, что… Ну, давать щеки, говорить, все есть, не беспокойтесь. Но конкретики, реально никакого конкретного планирования не было. Это выглядит как какое-то падение в детство, но это факт, что… Так, вот, в связи с этим интересно, вот вы чем это объясните? Тем, что вот вроде война на носу, у Франции нет плана, на Польшу уже нападают, сейчас ее растерзают, а плана у французов нет, и тут мы полякам надуваем счеты. Как вы объясните? У меня есть на этот счет такое объяснение, что оно может показаться немного парадоксальным, но если вы там почитаете всякие расчеты относительно того, когда и куда вступать, собирались оттянуть войну до 1942 года. Это, кстати, у поляков просматриваются, они получили кредит, который должны были реализовать до 1942 года. И, соответственно, нормальный вариант был… А поляки же его не вернули в результате последующих событий. Его нет, его там траншами давали, то есть им и технику успели послать там. Один из результатов этих всех договоренностей стоит в музее в Кубинке, танк французский, который как раз из польского трофея. Так вот, просматривается, опять же, это не то, чтобы гипотеза, это как бы моя, что называется, экспертная оценка, что просматривается, стремление оттянуть ее на 1942 год, что, так сказать, война будет чуть позже, а вот когда наступит дедлайн, план, так сказать, когда скажут, все, план надо сдавать через неделю, его там напишут, но уже исходя совершенно из других цифр, исходя из другой комплектованности, там войска Польши, Франции, там появятся новые дивизии, там и вот когда война на пороге, вот тогда у нас, так сказать, будет более-менее внятный план, с которым мы вступим в войну и всех победим. То есть, вы считаете, что Франция просто не верила, что Гитлер нападет? То есть, да, Франция считала, что ситуацию еще можно будет как-то вывести и отложить решение вопроса военным путем на какое-то время. В принципе, я тоже так считаю, но вот в связи с этим вопросом интересно узнать вашу позицию. А как вы считаете, почему Франция так думала? Неверные оценки противника, что немцы, там и в отношении военного строительства и всего, что им понадобятся еще сколько-то лет. И вот такая вот инерция мышления, она все же идет скорее с 30-ой. У немцев все отобрали. И они смогут дойти до приемлемого уровня за какой-то там достаточно протяженный, то есть они поднимутся на тот уровень, когда можно будет действительно всерьез воевать. А немцы эту дистанцию пробежали быстрее, в том числе за счет новых средств борьбы. И на самом деле вот эти новые средства борьбы, такие как авиация, они резко меняли расклад, который в том числе заставляли того же Гитлера принимать решение, что да, мы готовы. Я с вами согласен, но я бы хотел указать на роль Англии, которая, как мне кажется, была достаточно великой в данном вопросе и которая была скорее лидером коалиции западных держав в данную эпоху. То есть именно скорее английская, а если конкретно чемберленовская оценка ситуации, она мне кажется оказывала решающее влияние на французское руководство в данный момент. Потому что надеждая, что Гитлер не будет воевать, они в первую очередь исходили из Лондона. Ну, оценки да, они, это действительно видно потому, что как вели все те же переговоры. То есть вели переговоры целью напугать, что будет вот этот вот какой-то еще период, когда друг на друга будут рычать, скалить зубы и будет тем временем идти время, тем временем будут осваиваться все эти выделяемые бюджеты и удастся там выйти на тот уровень, когда, так сказать, в сорок каком-нибудь году, так сказать, все готовы дружно столкнуться, так сказать, как настоящие мужики, как в четырнадцатом году. Ну, вот мы недавно затрагивали такой интересный сюжет, как те переговоры, которые велись между Англией и Германией, неофициальные переговоры летом 1939 года, там есть очень любопытный эпизод, это встреча Германа Геринга с представителями британской деловой элиты, инспирированная, конечно, по политическими кругами, естественно, и вот на этой встрече Геринг, я, честно говоря, не верю, что это могло быть сделано без ведома Гитлера, вот, скорее всего, с ним это было согласовано, и Геринг уверяет крупнейших английских бизнесменов, что ни в коем случае не нужно договариваться с Советским Союзом, ни в коем случае, если такой союз будет заключен, такая договоренность состоится, то выиграет только Сталин. Вот Германия и Англия всегда смогут договориться между собой, а вот с Советским Союзом договариваться не надо, потому что это экзистенциальный враг. Вот, и отчасти благодаря вот этому посылу Геринга, который был заслан в Лондон, отчасти другим таким информационным посылом, которые по парадным каналам приходили в Лондон, мне кажется, у британского руководства сформировалось мнение, что Германия и СССР никогда не договорятся, что они не договорятся. В отличие от того, что не договорятся, то, что предотвратить договор все же с британцами, ну, это, может быть, было бы заносчиво со стороны Геринга. То есть вряд ли, как показала практика, опять же все же военное строительство Британии явно шло против немцев. И в этом отношении Советский Союз в любом случае попадал в орбиту как союзник. То есть вот предотвратить договор Британии и СССР, это, конечно, была задача, так сказать, бесперспективная для немцев. Как военное, тут же весь вопрос еще стоял, в каком качестве будет заключен этот договор, потому что правительство Чемберлено не хотело этого договора. Если бы оно хотело этого договора, оно бы его заключило, потому что все основания для этого были. Основания были, но вот были вам препятствия, в том числе и недооценка потенциала Советского Союза, что это действительно очень крупная, сильная группа, которая… Да, недооценка потенциала, но плюс еще и политические разногласия, то есть недоверие режиму, оно тоже присутствовало. Именно вот у Чемберленовского руководства у Галифакса. Да, ну это понятно, что, так сказать, антикоммунистические настроения, они влияли и как бы в Польше влияли, и британцев, но при осознании того, что, так сказать, немцы, да, будут готовы воевать завтра, возможно, вот это мнение могло измениться. Потому что, так сказать, тот расклад именно военно-экономический, он требовал еще одного союзника, еще одного, еще одной стороны. Польша, конечно, на эту сторону годилась с большой натяжкой. Ну, как мы понимаем, из результата она не годилась, просто скажем прямо. Она не годилась, но вот не годилась еще и ввиду того, что немцы, как бы, что никто не рассчитывал, и, на самом деле, не все среди немецких, так сказать, штабистов рассчитывали на то, что вот эти вот, эти все вонючие железяки, танки, они окажутся настолько эффективными. При этом, что надо не забыть, это вот начало войны, удар по аэродромам. Иногда говорят, что вот поляки сбежали разгрома на аэродромах. Тут ситуация, на самом деле, двояка. Во-первых, польская авиация была, она деградировала. Вот именно вот, что в отличие от других, в Польше просматривается деградация вооруженных сил, причем по финансовым соображениям, когда выпускавшиеся самолеты продавались соседям за твердые деньги, они шли в свою армию, и оказалась Польша с устаревшей авиацией, в основном, и немногочисленной авиацией. То есть были хорошие образцы, но в небольших количествах. Поэтому у немецких летчиков, как бы, и целей было немного. С другой стороны, да, поляки растащили авиацию по вспомогательным площадкам. Возникает вопрос, а что ж мы в 22 июня так не сделали. А вот если растащить по площадкам, то польский бомбардировщик Лось был весь из себя, так сказать, модный, молодежный, заправлялся под давлением баки снизу. Соответственно, ведром его не заправишь. Его рассредоточили по площадке. И когда возник вопрос, как его заправлять, пилоты смогли сказать только полвторого. Потому что он не заправлялся без специального оборудования. Вот это рассредоточение, оно сыграло ту же роль. То есть польская авиация была фактически выведена из игроков. А дальше вот этот вот немецкий удар танковыми соединениями, он оказался неожиданно эффективным, в том числе для немцев. Когда идут, идут. И сметая все на своем пути. И, так сказать, вот эти вот растянутые польские части, хотя они обладали каким-то количеством противотанковых средств, это все оказывалось недостаточно для того, чтобы остановить действительно крупную массу моторизованного соединения, танки в котором лишь один из компонентов. И сразу идет удар на Варшаву. И сразу идет, на самом деле, удар на Вислу. Какой у Польши был план «Б»? План «Б» был река Висла. Летом достаточно широко. Серьезное препятствие. Я там занимался, как форсировали Вислу в 1944 году. Это, мягко говоря, был не подарок. Серьезное препятствие. То есть, там сначала пологи, полога идет дно, потом раз – провал. Достаточно неприятная в плане форсирования река, хороший рубеж. И этот рубеж поляки не удерживают. Они мало того, что не удерживают позиции на границе, их начинают окружать и дробить, и отгонять, так сказать, в разные направления. С исключением, опять же, было исключение, был такой район Малава. Это к северу от Польши. Там достаточно хорошие были построены укрепления. Там дивизию Кемфа задержали. То есть, это был такой вот эпизод, который показывал, что Польская армия на что-то все же способна. Но, тем не менее, долго они не продержались. Их там нашли слабое место, обошли. Но это спасло Польшу ненадолго, поскольку вот этот удар из Силезии крупным механизированным соединением на Варшаву, во-первых, до Варшавы доходили и форсировали Вислу. То есть, рубеж Вислы был тоже очень быстро потерян. И даже оборону восточных областей Польши поляки проваливали. То есть, вот это вот разрывание Польской армии на куске, оно происходило с большой стремительностью. И если, опять же, обращаться к нашим интересам, непосредственно, так сказать, интересам Советского Союза, то уже 15 сентября отдается приказ передовым частям 19-го танкового корпуса Годериана идти в район Баранович и Слоним, в 50 километрах от границы с Советским Союзом. То есть, это уже сильно зона, которая пошла по секретным притоколам. Нам, тем не менее, немецкие войска туда входят. Они получили приказ туда входить. Соответственно, это 15 сентября. Красная армия еще не вмешивается. То есть, если Красная армия не вмешивается еще чуть-чуть, то мы получаем Годериана под Барановичами уже в 1939 году. Потому что в том, что он бы дошел до Барановича, никаких сомнений нет. У него просто не было того, кто мог бы его остановить на этом пути. Причем вся вот эта польская кампания довольно подробно разбиралась именно по объективным причинам. Судьба Польши действительно такой был сюжет мировой истории, вызывающий интерес, что ко всем этим объективным факторам перемешивались и субъективные. Когда командование польских вооруженных сил довольно быстро оставило Варшаву. И начало замысловатый путь по Польше через Брест, который тоже вскоре оказался под угрозой. И фактически было дезорганизовано сопротивление этим уходом из Варшавы в связи с тем, что немецкие танки подошли к Варшаю. И опять же, это неизбежно, мы приходим к этим аналогиям с товарищем Сталином, который сказал, у вас на командном понту лопата есть – копайте. И отсюда никуда не уходите. Польское военное руководство по этому пути взять лопатой и копать не пошло. При том, что технически важно… И политическое я бы прибавил тоже. Не, ну политическое, как бы, политическое, ладно, это как говорится шпаки, бог с ними, как бы, ну… А тут военный руководство… Я не согласен. Ну, нет, нет, товарищ Сталин, понятно, что он… Он совмещал в одном лице. Да, он совмещал в одном лице, да. А тут получилось, что, во-первых, конечно, сама по себе вот эта идея раскидывания войск по армиям именным, она сама по себе была еще порочной в том плане, что не было промежуточных инстанций и рыц-миглы. То есть, не было, грубо говоря, того, что у немцев называлась группа армии, у нас, например, фронт или направление. И поэтому польский штаб в связи с развитием ситуации, он просто был банально еще перегружен информацией, когда создавались новые группы и ими просто не успевали управлять. И от этого хаос только нарастал и нарастал. Поэтому к 17 сентября судьба Польши уже решена на любых направлениях. Несмотря на то, что там держались люди на военно-морской базе, держался еще там Модлин, держалась Варшава, но польские вооруженные силы уже были расчленены на очаги сопротивления, время жития которых было уже… Ушел на дни. Да. То есть, это был вопрос в том, что их просто побьют последуя. Они нанесли там достаточно сильный контрудар. Но этот контрудар, опять же, который вошел в историю, как действительно… Был компетентный генерал, тогда уж Кацеба, который руководил небольшой группой пехотной, которая нанесла контрудар, взяла даже сколько-то немецких пленных. Но, если мы внимательно на него посмотрим, это был контрудар в пехоту. То есть, идут немецкие танки, они просвистывают вперед за ними, неспешно идет пехота пешочком, в нее врезается этот контрудар. То есть, при всей его местной тактической успешности, демонстрации, так сказать, боевого духа, вот эти вот упилившие вперед танки, им совершенно это не интересовало. Они могли уйти, они могли даже… Барановичи. Нет, Барановичи шли с севера, из Пруссии. Я по образу не говорю. Нет, эти могли уйти куда-то еще, они могли уйти куда-нибудь в сторону ровно, так скажем. В принципе, для них это не было препятствием, более того, даже если бы перевезли какие-нибудь линии коммуникации, их бы снабжали по воздуху. Потому что господство в воздухе было завоевано немцами. И, опять же, нужно было принимать срочное решение. Поэтому Красная Армия, на самом деле, начала приводиться в готовность, когда последовали сообщения в газетах про падение Варшавы. Но они были пока еще ложными. Но, тем менее, товарищ Шапшников уже начал процесс, который в итоге придет к тому, что были сформированы войска, то есть собраны войска. Были как раз объявлены большие учебные сборы. В СССР в сентябре 1939 года была объявлена скрытая мобилизация, большие учебные сборы, по которым подняли войска, которые были уже в высокой степени готовности для того, чтобы вмешаться в процесс. И надо сказать, что к 17 сентября это вполне себе назрело. Потому что, если не вмешиваться, то потом пришлось бы вести какие-то переговоры с немцами, которые бы говорили, что нам уходить из Барановича. Хорошо, мы отойдем. Отойдем к Слониму. Обрез бы вообще не рассматривался. Это другая ситуация, конечно, была бы. То есть, давайте подтвердим, что к 17 сентября польская армия как единый организм не существовала. Была полностью разгромлена, и наносить удар в спину было уже некому. То есть, она была полностью дезорганизована, разорвана на неуправляемые группы, фрагменты, жизнь которых шел обратно отсчет, сколько они продержатся. Потому что у них не было уже ни единого снабжения, ни единого командования. Их разгром был просто делом времени, и немцы уже пошли снимать войска, отправлять на Западный фронт на случай, если союзники раскачаются и вмешаются. — Несколько вопросов еще уточняющих. А что, в принципе, мы можем сказать про польского главнокомандующего Эдварда Рейц-Смиглы? Какую-то характеристику ему как военному? — Он, конечно, был гораздо слабее Пилсудского по своей харизме, и он был, конечно, не новатором. Один из минусов польского военного руководства — это в том, что они не рассматривали какие-то новые средства борьбы. То есть если в СССР, в Германии, даже во Франции как-то пытались сделать акценты на новых средствах борьбы, то того же самого про Польшу нельзя. То есть не было того двигателя, который бы говорил о том, что давайте создадим хотя бы одну танковую дивизию. Вот их соберем, а танки размазывались по частям поддержки пехоты. Потом, опять же, то, что оставил, это осталось от Пилсудского. План Восток, кавалерия. Вот это все переформирование кавалерии, например, в механизированной части. Всего этого не произошло. То есть он был хорошим командиром для, может быть, двадцатого года. Вот в двадцатом году против Красной Армии, вот если бы эта ситуация повторилась, или там, что называется, Советский Союз бы пошел по гипотетическому пути Бухарина, там была бы война, что называется, польско-советская, вот он бы справился. То есть он был такой, как бы, пользовался достаточным уважением в военной среде, так сказать, расставлял командующих, достаточно там компетентно продвигал, но для современной войны он не годился совсем. Вот это, конечно, тоже сыграло негативную роль в истории Польши. То есть у него не было в Польше своего, как бы, Деголя. То есть, может быть, тот же Кацебум, который провел вот этот вот контрудар, он, может быть, был лучшей кандидатурой на пост Верховного главнокомандующего. Ну, вот оно так сложилось. То есть это, на самом деле, большая проблема, точно так же, как там и с Варшавским восстанием. То есть тут фактор личностный, он играл роль, если не решающий, то значимо. Как действовали союзники в первые дни войны, именно в военном смысле? В военном смысле они были упреждены в мобилизации и развертывания, и поэтому в первые дни войны они фактически занимались строительством своих вооруженных сил. То есть призывники получали, так сказать, предписания, приходили призывные пункты, получали форму вооружения, грузились в эшелон и разъезжались по соответствующим точкам на границе. Но каких-то активных действий они проводить на тот момент не могли чисто физически, просто не были отмобилизованы войска. Первые две недели войны шло вот это вот просто движение. Ну понятно. То есть это во Франции, да? Насколько я понимаю. Да, во Франции, во Британии. Британия могла бы участвовать, так сказать, авиационными соединениями, но каких-то вот заметных действий не было предпринято. Возможно, это сыграло роль, не знаю, внезапность случившегося. Единственное, что можно дать в актив западным союзников, это достаточно бодрое установление морской блокады. Вот что, безусловно, им в плюс, они сумели перехватить немало немецких коммерческих кораблей, коммерческих судов, которые в тот момент были раскиданы по всему миру. И они собрали, ну я не скажу прямо сотни, если там, может быть, посчитать до каждого там последнего траулера, там может и наберется, но реально большое количество судов были захвачены. Тем самым нанесен торговому флоту Германии достаточно серьезный удар. Были, соответственно, лишена Германия всех перевозок, но это, пожалуй, единственный актив. То есть вот такого, например, массированного налета, который, опять же, теоретически могли провести союзники и, например, не разбомбить дамбы Рура, но хотя бы, например, по каким-то стрелетейным заводам сколько-то бомб накидать. Такого вот массированного налета в стиле Харриса, его, ну это, такие налеты последовали уже через многие месяцы, хотя бы сопоставимые по масштабам с теми воздушными силами, которые имелись у союзников. — Были какие-то военные столкновения между советскими и немецкими войсками в Западной Украине и Белоруссии? — Были. Ну, как бы тот эпизод, который очень показателен на самом деле, это столкновение бригады Фотченкова под Львовом с немцами, причем оно было с человеческими жертвами. Был разведотряд на броневиках БА-10, который оказался под огнем немцев, причем они, как говорится, подавали сигналы, что мы свои, что мы не поляки, так скажем, но тем менее их взяли и расстреляли. Это говорит о достаточно таких отношениях, явно недружественных на уровне конкретных людей, то есть все же и немецкие командиры, и советские командиры, они расценивали как противника. Ситуация, например, с Брестом, там она во многом была сглажена тем, что, можно сказать, бои за крепость завершились, и немцы находились, можно сказать, в статичном положении, и к ним заранее послали, как говорится, гонцов. Вот это знаменитая серия фото, это был батальонный комиссар из бригады Гривошеева, то есть послали гонца, который обговорил, потом уже, что называется, более мягко друг с другом свел. Все заранее были предупреждены о том, что будет выход советских войск к городу Бресту и Брестской крепости. А под Львовом такого статичного фронта не было. Было очень динамичное развитие событий, кто возьмет Львов. То есть была борьба, соответственно, подошедших немецких войск к Львову с вот этими остатками гарнизона Львовского. На самом деле там была такая сборная солянка, и, соответственно, с другой стороны подошли советские части, и вопрос был о том, кому достанется Львов. После вот этой перестрелки, боевые действия не развились в какое-то полномасштабное столкновение, но, тем не менее, стояли с прослойкой между ними в виде польского гарнизона. И этот польский гарнизон поляки уговаривали, что типа если вы сейчас сдадитесь нам, то вы попадете в ЦЕвропу. Никто же, так сказать, заранее не извещал о том, что какая будет линия, а тут немцы не думали, что им придется назад отходить. Поэтому они говорили, что вы сдайтесь, давайте сдавайтесь, а то придут красные, и у вас будет совсем другая историческая судьба. У нас в Европе. Да, у нас в Европе будет хорошо, но польский гарнизон в итоге был раздавлен массой танков, потому что подходили, сначала подошла бригада Потченкова на БТ, столкнулась с немцами, стояла у Львова, ждала, за ней подтянулась 10-я бригада уже на Т-28, это были для своего времени для 39-го года такие могучие монстры с тремя башнями, и на полном ходу вся эта масса танков ворвалась в Львов, и вот эти очаги сопротивления просто подавило. Было не сдача, а сокрушение гарнизона в бою с боем, и так, что называется, Львов на многие годы выбрал… Сторон. Да, на самом деле потом и жители Львова призывались в Красную армию, и я думаю, что кто-то из этих жителей потом мог и до Берлина дойти, но вот в тот момент выбор был именно такой, но столкновения, они были как бы вполне ожидаемы, вот тут вопрос был именно в том, что достаточно быстро послали друг другу парламентеров, и обговорили, причем отношения рисует, например, приказ Чуйков. Чуйков тогда как раз командовал той армией, которая выходила к Бресту, и он прямо предписывал, что наша задача поскорее вытурить немцев за назначенную им границу и занять. То есть, отношения рисует совершенно, что отношение было к немцам как к противнику, с которым пока не воюем. То есть, не о каком союзничестве, а какие-то совместные боевые действия. Может быть, нам иногда рассказали, что были совместные боевые действия советских и немецких боевых. Нет, таких совместных действий. Есть легенда о том, что якобы штурмовали один из фартов Брестской крепости, но это ничем не подтверждается, никакими документами, кроме роскостей, придуманных причем сильно после войны. Что касается союзничества, все же надо понимать, что есть план ВАИС, в нем ничего про советскую сторону не написано. Не написано, что вот у нас есть союзник, который там в час Ч плюс два вступит в войну, и вот у него такие-то задачи, а у нас такие-то. Этого нет. Поэтому союзники — это совместные военные планы, которые согласуются, которые, так сказать, обозначаются какие-то задачи, которые достигает один, которые достигает другой. В случае с немцами, с вермахтом Красной Армии, таких совместных планов нет. Более того, немцы начинали задавать вопросы, вы где, собственно. Вот война началась, что вы хотите делать? То есть никакого заблаговременного планирования не было. И если бы там Советский Союз промедлил, то могли дальше продвинуться и… Ну, там ситуация-то могла вообще по-разному произойти. Например, они продвинулись дальше, заняли эту территорию, замирились на западе с Англией и Францией, что было не исключено в тот момент. Ну, с точки зрения советского руководства, несомненно. Не исключено. С точки зрения немецкого тоже немцы хотели замириться. Ну, да. То есть, как бы другой вопрос, что это был маловероятный случай с Францией, но… Я согласен, что с точки зрения западных стран это было маловероятно. Но и в Берлине, и в Москве такой вариант рассматривался. Да, рассматривался, да. Тем более, что это как бы вопрос был идеологический. Поэтому вот это не переходить границу – это была бы очень плохая идея. Переходили, я бы сказал, вовремя. То есть, с военной точки зрения стоило, может быть, и раньше. Политическая страна. Да. Политически это было малоприемлемо. И еще надо понимать, вот такой эпизод, о котором, говоря о сентябре 39-го года, стоит обязательно сказать, – это Гродно. Это город, который оказал сопротивление Красной Армии. Это была все же инициатива гарнизона. Рыц Смиглы как раз говорил о том, что… Здесь его директива. Советы вторглись, ничего не предпринимать. Да, не предпринимать, но местный гарнизон, Гродненский, так сказать, энтузиазм местных привел к тому, что было достаточно серьезное столкновение с подбитыми танками. Причем парадокс заключался в том, что эти танки шли Гродно через деревни, которые прилегающие к Гродно. Там их восторженно встречали и кидали на броню цветы. Они въезжают в Гродно, а там местные, так сказать, энтузиасты начинают кидать в них бутылки с зажигательной смесью. Там деревни белорусские, а гарнизон-то, наверное, из поляков преимущественно. Да, гарнизон из поляков. Гарнизон был еще во сколько важный пункт с мостами через Неман на зенитке. И оказали сопротивление. Там даже лично участвовал Андрей Иванович Еременко, который был тогда командиром Кавкорпуса. Он лично сел в танк, поехал посмотреть, что там делается на мосту. Но, на самом деле, с гарнизоном очень быстро с ним справились, с ним очень грамотно справились. Гродно, мосты. Мосты поляки контролируют, простреливают. Просто взяли, форсировали реку рядом, чуть восточнее. И пошли на Гродненский гарнизон, сметая все на своем пути. И очень быстро его раздавили. Подтянулись свежие силы, подтянулась артиллерия. И гарнизон был очень быстро разгромлен. Поэтому рассказы о том, как... Вот если бы Советский Совет не вторгся, поляки бы так же сопротивлялись, это большая иллюзия. То есть, гарнизон сопротивлялся ровно столько, сколько должен сопротивляться тыловой гарнизон. То есть, он сопротивлялся передовому отряду. Как подошли главные силы, его благополучно растоптали. Хотя, на самом деле, все эти жертвы были бессмысленны. В том числе жертвы, кстати, среди всяких местных военизированных польских организаций, которые, значит, участвовали в бою, не будучи военнослужащими польской армии. Поэтому Гродно это, я бы сказал, эпизод скорее трагический. Ну, вот с военной точки зрения, как можно охарактеризовать действия советских войск? Движение в маршевых колоннах при минимальном сопротивлении. То есть, на границе вообще только был корпус пограничной стражи, который не оказывал сопротивления, сколь-нибудь заметного. То есть, это как бы скорее конкретные люди могли что-то там попытаться стрелять. Но реально, как организованная вооруженная сила, корпус пограничной стражи не оказал сопротивления. А дальше просто разоружали гарнизоны. При этом зачастую это было такое, ну, вполне подружески происходило взаимодействие. Это связано еще и с тем, что многие части соединения в восточных районах, там был высокий процент местных. Если есть данные, в литературе приводится по численности собственно этнических поляков в дивизиях польской армии, в некоторых случаях там 55-60 процентов поляков. Остальные, соответственно, местные, которые формально были призваны, но никакого энтузиазма. Здесь надо еще уточнить, что в Польше существовала национальная сегрегация. То есть, украинцы и белорусы все-таки были людьми, которые не равнялись в социальных благах поляков. Да, но тем не менее, когда нужно было служить Родине, они призывались. И самый большой процент поляков был что-то типа 80-90 процентов. То есть, стопроцентно укомплектованно этническими поляками соединений в польской армии не было. Они были вынуждены, несмотря на национальную сегрегацию, привлекать призывников с восточных территорий, надежность которых подвергалась сомнениям. Это и повлияло на то, что приходили советские войска и принимали пленных. Понятно, что какие-то отдельные фанатики могли стрелять, поэтому поход был не бескровный. Даже если не брать Гродно, как наиболее эпизод жесткой вооруженной борьбы, набрали сотни тысяч пленных при минимальных потерях. Речь шла о сотнях тысяч, которые приняли, а затем стали распускать по домам после проверки, кто есть кто. Судьба Польши оказалась незавидной. В принципе, польское руководство много для этого сделало. Да, то есть польское руководство последовательно продвигало политику, которая базировалась на ложной посылке. О том, что за границей нам поможет. И что если мы слабы, может быть произойдет чудо. Чудо не нависли ни на границе, ни на мокрине, оно нигде не произошло. Это все было просчитываемо, предсказуемо. И на 1 сентября уже ситуация была во многом предопределена. Она была, может быть, не очевидна тем людям, которые поступили в бой. Но сейчас, с исторической точки зрения, мы видим, что все было предопределено. И даже такой фактор, как Советский Союз, до момента разгрома польской армии вообще не влиял. На восточной границе не было никаких войск, которых не хватило под Варшавой. Батальоны пограничной стражи, даже если перебросили под Варшаву, вряд ли бы они заметно повлияли на ее судьбу. А так, да, польскую армию добивали уже в конце сентября. Но это, опять же, были очаги сопротивления, которые не определяли стратегической ситуации. Для того, чтобы подавить сопротивление на военно-морской базе, даже в Варшаве, это уже не требовалось тех усилий, которые требовалось, например, разгром основных сил армий Познани или еще что-то. Ну что ж, большое спасибо, Алексей Валерьевич, очень интересно. Видите, мы развеяли очередной миф из истории Второй мировой войны. В комментариях вы можете задавать Алексею Валерьевичу вопросы по данному сюжету, а также, наверное, по всем другим сюжетам Второй мировой войны. Мы как-нибудь сделаем специальный ролик с ответами на эти вопросы. Я готов. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, потому что это помогает продвижению нашего ролика. Подписывайтесь на канал, не забудьте нажать колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о публикации новых роликов. Ну, а на сегодня все. И да, кстати, по ссылочке в описании можно приобретать билеты на наш фестиваль, который, напомню, пройдет 21-22 марта в Москве в концертном зале МПГУ. Да, осталось совсем немного времени. И билетов тоже. Все, ну что ж, до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.